МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире канал Культура, программа Наблюдатель. Сегодня наблюдать доверенно мне. Меня зовут Андрей Максимов. На этом месте я, как правило, говорю, сегодняшняя программа будет посвящена... Вот я сейчас так не буду говорить. А я задам вопрос в прологе. Наши постоянные зрители знают. Я задаю один и тот же вопрос, и люди на него отвечают, и я их таком уже представляю. Вот я, когда задам этот вопрос, люди ответят, вы сами поймете, про что мы будем говорить. А если не поймете, уж потом я объясню. Просто мы очень простой. Известно такое выражение. История учит только тому, что ничему не учит. Мне интересно, это выражение можно отнести к истории науки? Если можно, то почему? А если нельзя, то почему? У нас есть такое вежливое правило, что если есть дама в студии, то мы с первым делом пропускаем ее вперед. Марина Юрьевна Сорокина, историк науки, кандидат исторических наук, заведующая отделом истории российского зарубежья, Дома русского зарубежья имени Александра Саженецова. Итак. Благодарю вас, коллега, за этот замечательный вопрос. Спасибо. Я бы уточнила его формулировку. Если есть история науки как научная дисциплина, то она, конечно, многому учит. Нет, история науки, безусловно, есть, потому что если есть наука, то у нее есть история. Это так кажется. На самом деле... Она, может быть, как-то не так, как вам бы хотелось, развивается, но она есть. Ну, это не вопрос того, хочется мне или не хочется. Конечно, учит. История науки учит. Безусловно. Замечательно. Сергей Вячеславович Саверев, профессор, заведующий лабораторией НИИ морфологии, человек Российской академии физических наук. История научит, конечно. История есть науки. Но институт истории науки, техники точно есть. Нет, институтов много. И министерств много. Мы сейчас неправильно. Нет, ну, она академическая. Нет, наука учит, конечно, но далеко не всех и не всегда. То есть это очень избирательное событие. История науки все-таки чему-то учит. Учит очень немногих и не всегда. Мы сейчас, как вы понимаете, я сейчас представлю третьего участника, и мы поговорим, собственно говоря, чему он научит. Потому что для меня это вопрос, на который у меня нет ответа. Я не знаю, как на самом деле. Андрей Альбертович Парамонов, кандидат философских наук, философ науки, научный сотрудник института философии Российской академии наук, доцент Высшей школы экономики. Итак. Я думаю, что здесь нужно задаться вопросом вообще, чему можно вообще научиться. то есть каким образом я что-то, чему-то научаюсь. Что это такое за знание, которое мне дают, и я говорю, что я чему-то научился. То есть вопрос всегда встает о том, что новое я узнаю в истории науки. Или я узнаю только старое, то, что случалось когда-то с кем-то. Или я могу узнать что-то новое, то, что может случиться и со мной тоже. Вопрос состоит в том, я изучаю историю науки, это может мне пригодиться в моей дальнейшей деятельности в жизни? Я могу это знание сделать своими или нет? Мне кажется, что здесь нужно уточнить просто, что значит знать. И что значит узнавать новое. Потому что одно дело, ведь вот магнитофон, который записывает, допустим, наш разговор, он тоже все запомнил и может воспроизвести все, что мы сказали. Но это не будет знания. Давайте остановимся на, безусловно, авторитете Альберте Эйнштейне, который говорит, что знание – это то, что остается в человеке после того, как его закончили учить. Вот мы можем принять такую формировку Эйнштейна? Я бы сказал, что это будет знание как культура. То есть поспорим с таврикскому рядом? Да. Хорошо. Вот тогда, ну а в целом вы бы ответили на этот вопрос как? В том смысле, в котором вы понимаете знание? Я бы сказал, что она может научить. Может научить. Скажите мне тогда, пожалуйста, Марина Юрьевна и Сергей Вячеславович, кто хотите, чему самому главному может научить история науки? Я думаю, что вы уже поняли, что мы сегодня будем говорить об истории науки, о том, чему она учит и не учит, о лженауке в том числе мы поговорим, потому что сентябрь – это время, когда все говорят про обучение, все говорят про школы, про науки, мы тоже решили об этом обучаться. Итак, с вашей, кто хотите, отвечайте, чему самому главному может научить история науки? История науки, в первую очередь, учит персонали. То есть не, собственно говоря, технологии, не, собственно говоря, приёмам, методологии, всякими ходом мысли. Допустим, Менделеев ему приснилась во сне. Слушайте, все эти сказки, они, конечно, замечательные, но они ничему не учат. Просто Менделееву надо было занять место профессора, и он работал над этой таблицей. А тогда правило было такое. В университете профессором ты мог стать, если написал учебник. И этот учебник по неорганической химии он надо было писать. Он об этом думал много-много недели, месяцев, сидя у себя, так сказать, в имени прикупленном. И в конце концов ему стало сниться, потому что он очень хотел снять. То есть Менделеев изобрёл свою таблицу, потому что хотел сделать карьеру. Да, он делал карьеру и просто писал учебник. И чему это может нас научить? Так вот, научить это ничему не может. Но это может научить примеру научного подхода. Он так долго и муторно возился с этой периодической системой, что в конце концов она пришла, появилась. То есть, иначе говоря, это предмет, я ещё раз повторю, персоналием наука. Я не о чём понимаю. Я хочу понять. Есть такая песня, если долго мучиться, что-нибудь получится. И не надо совершенно для этого узнать Менделеева достаточно. Вот чему конкретно может научить судьба Менделеева, судьба, не знаю, Ньютона? Если вы говорите про персонали, судьба Джордана Брона, судьба Аристоска. Да если долго будет мучиться масса людей, ничего не получится. Для этого нужно ещё иметь талант. Но всё равно мучиться во всех случаях. Надо даже для того, чтобы узнать, что у тебя его нет. А чему может научить судьба вот этих людей? Вот если конкретно говорит. Конкретно тем человеческим качествам, которых у учёных, как правило, не хватает. То есть история науки нужна для того, чтобы были примеры? Да, конечно. Удачные примеры. Примеры трудолюбия, удачные, неудачные. Примеры воровства, плагиата, жульничества откровенно. Особенно сейчас. Это очень актуально. Мы про историю говорим. Да, я про историю. А тогда тоже было полно. В те времена, ну не Менделеева, а попозже, в 20 веке, уже некоторые генетики стрелялись, когда их ловили на подлоге. Сейчас уже этого нет. То есть надо знать историю науки, чтобы понимать, что честно быть лучше, чем нечестно. Ну хотя бы так. Так, Мария Юрьевна, что вы думаете? Ну, вы знаете, я бы добавила, что всё-таки история науки – это вот такое обобщающее название целого ряда дисциплин. Да, есть история идей, научных идей, есть социальная история науки, есть ещё целый ряд направлений. Я, пожалуй, скажу два слова о социальной истории науки, поскольку вы всё-таки предлагаете нам поговорить о таких прикладных аспектах истории науки. Нет, я предлагаю, о чём хотите. Ну, тем не менее, продолжаю, так сказать, отвечать на ваш вопрос. Вот если бы наше научное сообщество, и особенно высшие научные администраторы, хорошо бы знали историю Академии наук в 20 веке, я абсолютно уверена, что с нашей Академией не произошло бы то, что сейчас происходит. Скажите, пожалуйста, а вы вот правда считаете, что люди, которые знают какие-то положительные или отрицательные примеры, на них ориентируются в своей деятельности? Вы знаете, это не вопрос примеров. Это вопрос понимания своего места в мире, да, применительно к твоей конкретной профессии, конкретной ситуации, конкретной стране. Вот Академия наук в том виде, в котором она создавалась после 1917 года, я это подчёркиваю, да, это, так сказать, огромный большевистский проект. Вот если бы наши современные научные администраторы понимали, как она создавалась, почему, для чего, какова была мотивация, если бы они понимали, что тот большевистский проект, который был реализован на протяжении 20 века, на самом деле возник намного раньше, он был не большевистским, он был чисто академическим, то я думаю, вот этот пример в большом смысле слова, он бы, конечно, дал очень важные, так сказать, представления о том, как, когда и почему нужно реформировать Академию наук. Скажите, Павел Андреевич, вы сказали, что историю науки может научить, может научить чему? Ну, опять же, если мы будем просто читать историю, там, я не знаю, про Ньютона или про Эйнштейна, как он жил, как он думал, как, так кажется, историку науки, то мы узнаем, конечно, много деталей жизни этого человека, истории, но дело в том, что мы почти никогда не узнаем о том, каким образом было сделано его открытие, каким образом он к этому пришел. То есть история науки, конечно, предоставляет огромный такой пласт знания, но это практически архив. А вот вопрос ведь в знании, очень важно вот этот живой элемент, каким образом я из этого знания могу получить какой-то живой элемент, который в моей жизни принесет для меня какое-то новое знание. То есть, если я говорю, могу ли я что-то узнать от чего-то, я должен задать вопрос, что новое я могу оттуда узнать? Новое для себя. Не то, что знали все, да, а вот что-то новое для меня. Новое для себя – это открытие. Да. Ну, наука ведь, мы сейчас говорим об истории науки, но наука предполагает, что существует открытие. И описывает ли история науки открытие? Или она описывает уже факты, свершившиеся уже в каких-то сложившихся патигмах. Человек может научиться открывать? Человек не может научиться открывать, но можно создать... Ну... Нет, научиться открывать он не может. Но можно создать ситуацию, по крайней мере, понимания того, как делается наука, что она не опирается только на вот какое-то прошлое свое знание или прошлые заготовки, наработки, которые позволяют мне представлять мир так, как мы его сейчас представляем. Ну, есть хорошее выражение Уиллера, что прежде чем что-то считать, нужно знать решение. Вот история науки должна именно этому учить. Не нужно... Представляете, какая бы она была потрясающая жизнь, если бы мы так жили. Это потрясающий вывод, но так, по-моему, никто не делает. Ни в науке, ни в политике, нигде. Ну, почему? Мне кажется, в настоящей науке именно так и происходит. Ну, может, в науке какой-то... Сергей Человечевич, я хочу привести вашу цитату, чтобы мы ее обсудили, потому что она меня потрясла. Цитата следующая. «Мы такие же обезьяны, как и раньше, и живем по тем же обезьянам законам, что и 20 миллионов лет назад», сказали вы. У меня возникает вопрос, а зачем тогда наука, если наука на протяжении всего этого времени не смогла нас превратить из обезьян в человеков? Потому что наука – такой же инструмент эволюции, как все остальное. Мы живем по биологическим законам. Вы посмотрите вокруг себя, посмотрите на ту же науку. Почему вот сейчас в науке столько великих открытий английские ученые установили? Это уже стало анекдотом безграмотности, глупости и профанации научной. Почему? Да потому что наука превратилась, перевод ее на грантовые системы, и существование систем на протяжении 50 лет никому ничему, кстати, не научил. Почему? Потому что мы стали в науке использовать биологические системы взаимодействия между собой. Это скажите так, чтобы я понял. Хорошо. Объясняю. Значит, наука сейчас, на сегодняшний день, находится в таком состоянии биологического подспорья для размножения еды и доминантности приматов, тех самых, к которым мы относимся. И большинство ученых, особенно на Западе, 99,9 в периоде, считают науку инструментом для получения этих самых преимуществ пищевых, репродуктивных, ну и социальных. И все, то есть доминантности. Больше ничего. Поэтому наука такая убогая, что-то появляется, появляется случайно и вопреки, как правило, и Западной, и нашей системе. А скажите, правда, это значит, что вся история науки не смогла с человеком сделать ничего, и он остался... Наука ни при чем. Наука всю жизнь развивалась для того, чтобы совершенствовать систему отбора человека и больше ничего. Возьмите, 19 век наука, та самая, когда инженеры, инженерия стала царицей технологии науки. Что произошло-то? Начали разводить тех, выяснилось вдруг неожиданно, что математику не может освоить просто набранных вот таких людей, умеющих читать и писать. Из 50 не может освоить трое, а может только двое. И вот тогда наука стала критерием отбора людей с определенными способностями. Подождите, а зачем человек запускался в космос? Зачем человек изобретал всякие новые медицинские вещи, чтобы продолжительность жизни увеличилась? Зачем он делал какие-то... А новое оружие изобретал? Если только не считать любопытство, когда действительно у человека есть такое любопытство, нездоровые обезьяни, то все это делается для того, чтобы добиться доминантности страны, себя лично, института, еще чего-то, решить свои личные проблемы. Наука вся движется. Ученые такие, точно эгоистические обезьяны. Мы окончательно не произошли от обезьяны еще. Мы являемся прямым продолжением. Человек ничем не отличается. Даже в худшую сторону. Я многократно об этом говорил за последние... Там 100 тысяч лет человеческий мозг уменьшился на 250 грамм, а не увеличился. Скажите, пожалуйста, Марина Юрьевна, я вас прошу, может быть, как заведующий отделом Дома русского зарубежья, который носит имя сложениц, это что же значит? Это что значит, что вся мировая культура, все Моцарты, Бахи, великие люди, Пушкины и так далее, никак не смогли на нас повлиять, чтобы мы перестали существовать только по биологическим законам? Ну, а как вы думаете? Извините, я просто отвечу на ваш вопрос. Под Баха, как вы знаете, работали концентрационные лагеря в Германии. Отлично работали. Это вдохновляло. Какие Бахи? Вы о чем? Вся эта культура, все, о чем мы обсуждаем, это артефакты. Я спрашиваю, я задаю вопрос, я ничего не утверждаю, я задаю вопрос. Так, так, вы согласны? Нет, ну, в такой формулировке здесь как бы даже не о чем говорить, на самом деле, да? Почему? Здесь есть очень много о чем говорить. Ну, потому что если мы будем рассуждать в пределах крайностей, вот или так, или человек венец творения, или обезьяна, и между ними никакой, так сказать, да, нет дистанции, которая... Венец творения никто уже не говорил здесь, в этой студии, уже просто все говорят про то, что мы обезьяны. Но тем не менее, какие бы эти обезьяны не были, у каждой из них есть свое лицо, своя мотивация, свой интерес, свое представление о том, как она приведет свою жизнь. Поэтому сводить историю науки сугубо к истории персоналей, мне кажется, это было бы совершенно не так. Я вас совсем не об этом спрашиваю. Я вас не об этом спрашиваю. Я вас спрашиваю о том, что есть мировая культура. Есть. которая, как мне казалось, должна была положительно повлиять на человека. Если верить Сергею Вячеславовичу, который отстаивает точку зрения, что этого не произошло. Это действительно не произошло. Мировая культура никак положительно на людей не воздействовала. Я хотела бы повторить. Понимаете, мировая культура это как бы некий образ. И то, что такое мировая культура, каждый из нас, видимо, здесь определит по-своему. Мне кажется, что этот процесс значительно более сложный и многонаправленный. Это не процесс сплошной такой прогрессивной эволюции в одном направлении. Это процесс очень динамичный. Почти как курс рубля в наше время. Да. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, Андрей Борисович, мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Я вам так прямой задам вопрос. Люди становятся лучше или нет? Понимаете, я бы на этот вопрос немножко по-другому как бы его задал, а вернулся к вопросу, который до этого обсуждался. Мне кажется, что в такой постановке вопроса, как вот задал ее наш коллега, есть подмена понятий происходит. Дело в том, что человек действительно биологическое существо. Действительно, мы как животные, как животные существа живем на уровне инстинктов. Это действительно так. Но человек гораздо больше, чем человек. в том смысле, в том смысле, человечество, человек отличается от животного тем, что он создал несколько иную эволюцию, не связанную с биологической. Эволюцию, которую можно обозначить, допустим, развитием культуры. Вот, допустим, мы с вами сидим за столом, а животные за столом никогда не сидят, несмотря на все схожие с ними, как было сказано, инстинкты. Почему мы сидим за столом? Почему у нас стоят стаканы воды? Для того, чтобы удалить жажду? Можно миску было подставить на полу, мы бы удалили жажду, как собаки. Ведь все предметы, которыми мы пользуемся, они имеют символическое измерение. Общий стол, это ваше приглашение разделить... А мы все это зачем делаем? Вот воду пьем... Для того, чтобы преодолеть в себе животное начало. Для того, чтобы только для того, чтобы быть людьми. Другого состояния нет. Я продолжу. Здесь был приведен пример о том, как прекрасно служила музыка Бетховена, Баха в концертационных лагерях. Парадоксальным образом можно сказать, что пример фашистской Германии это как бы некое предельное состояние той же самой культуры. У немцев все было очень аккуратно, чисто и все по правилам сделано. Но дело в том, что эта культура, которая дошла до предела, в ней не осталось некоторых пространств свободы, в которых она сама должна заново воссоздавать свои основания. Если в культуре такие точки заново воссоздания своего основания исчезают, она превращается в фашизм. Но это нисколько не говорит плохо вообще о культуре, о человеке. А когда культура не превращается в фашизм, она улучшает людей? Она улучшает людей. Она, по крайней мере, создает, она не создает рая на земле, но она делает так, чтобы не было ада. Она создает некоторые начальные условия. Ведь слово культура от какого слова? Культус. Культус – это возделанное поле, то есть это репродуктивное, она выполняет репродуктивную функцию, она как бы саново восстанавливает то, что было открыто людьми в какое-то мгновение, в какое-то озарение. Культура как бы это схватывает и производит некоторый механизм, благодаря которому я могу приобщиться к этому новому, к этому достойнику. Но если не воспроизводится основание этой культуры, она превращается вот в то, что превращается. – Вы что хотите сказать? – Да, я хотел бы просто прокомментировать некоторые вещи. Мы не можем наше сообщество культурное сказать, что мы опускаем его или поднимаем, нет. Это все нелепости. Дело в том, что самое главное в нашей популяции и самое главное в том, почему философские подходы не работают везде и не работают никогда и всегда эффективны заднему заднему уму, как обычно. А проблема-то в чем заключается? Что люди очень разные. Если мы возьмем изменчивость человеческого мозга, то по мозгу мы представляем собой разные виды. Люди, принадлежащие к одной расе, к одной этнической группе, к одному даже полу и даже более того родственники через полтора-два поколения, они разные по мозгу. Причем этот уровень не на уровне психологии, словоблудия психологического. Структурно. Просто у одного есть в полях мозга. Я перевожу философы любят обобщать одни слова другими, а я перевожу к конкретным вещам. Очень важное то и то. Конкретное важное обобщение. Сначала давайте с конкретного, а не от общего. Вот конкретно. У нас есть поля и подполя в мозге в человеческом. У одного человека, например, знаменитый философ, в том числе один основатель кибернетики, Богданов, он же Малиновский, который институт переливания крови. Которая мозг хранится в институте. Мозг его не хранится, он давно порезал. Порезали. И дело в том, что у него как раз в Нижне-Теменной области все поля были на месте. А уже известного персонажа Маяковского не было части. Зато у Маяковского в Лобной области были поля, которых не было у Богданова. Это разница структурная, которую не объяснишь никакими функциями и никакими образованиями. И это говорит о чём? Если у вас трёхколёсная машина, а у человека рядом, четырёхколёсная, соревноваться вы не можете. И философия, и образование, и культура в понимании. Это разница. Это факт. Как же мы не можем соревноваться? Мы прекрасно можем. Ну так не можете, потому что на квадратных колёс далеко не уедешь. То, что вы сейчас сказали. Я буду... Я один человек будет учёный, а второй человек будет поэтом. И этот будет как поэт лучше, чем учёный как поэт. А если не учёный, не поэт? И вообще никак. Никаких способностей, как тут. А так бывает? Кругом и рядом. Это уникальное свойство комбинации структур. Гениальность и отдалённость – это неспособности. Это разные вещи. Бывают люди, у которых нет ни к чему способностей, которые родились просто так. Не просто так. Почему? Может быть, у них есть способности к тому, чему они никогда не найдут. Но это такой важный вопрос. Они не нашли эти способности, или их у них нет? Быстрее всего. Выраженных нет, значит. Выраженных. И вот чтобы стать художником, нужно иметь, например... Что значит стать художником? Что значит художником? Рисовать как Микеланджело. Не надо говорить об общих вещах. Давайте будем копировать 100-долларовые банкноты. Не надо, Микеланджело. Давайте попроще. А попроще мы тогда вернёмся к институтам образования. Нет. Вот к той давно ругаемой в нашей современной России миссией русской интеллигенции, которая думала о том, каким образом нужно трансформировать общество, и в частности молодёжь, для того, чтобы это общество жило достаточно счастливо и успешно. Извините, они исходили, вся эта русская интеллигенция исходила из французской идеи Флуранса, известного физиолога, который считал мозги творожком, и он одинаков у всех. И у одного, и у другого, у третьего. А мозги у людей внутри одной семьи могут различаться на качественном уровне. Это хорошо. Это понимание не добавит. Да, мозги у людей разные. Это и что? И какой мы за это делаем вывод? Отсюда разные способности, разные сприятия мира и разные оценки. Один под музыку Баха с удовольствием будет включать крематории, а другой будет под музыку Баха создавать великие... Ну, то есть на некоторых людей музыка Баха повлияет позитивно, они становятся лучше. Они могут её слышать. А у других просто, когда в слуховой системе половины ядер нет, он просто не слышит. Нет, они могут её слышать или она на них влияет как-то положительно. Да, да. Ну, так значит, всё-таки Бах не зря старался. Он молодец, но просто не для всех. Ну, это никто не говорит. Ключевое. Вы хотели сказать? Для всех. Ну, как бы здесь всё-таки, когда мы говорим о различии людей, да, люди, конечно, различают. Несомненно. Но если мы вернёмся немножко к науке, ведь мы начали с науки. Допустим, в науке открываются законы, которые одни и те же для всех самых разных людей, какого бы размера мозга у них не было. При этом нужно заметить, что бывают учёные с разными мозгами по размеру. Допустим, если взять... Ну, я про размер не говорил, я говорил о комбинации структур. Вы не путайте, не проводите подмену понятий, которые состоят в том, что вы мне сейчас скажете, вот у Франца килограмм, а у Тургенева два килограмма. Давайте не спорить с тем, что я не сказал. Пока ничего такого... Нет, я ничего такого не сказал. Можно говорить о структурах. Можно говорить о структурах, неважно. Ведь мозг, он растёт, он формируется. Понятно, что если ребёнок не воспитывается в культуре человеческой, да, он там, допустим, с четырёх там до десяти лет где-то был в лесах, то он вырастает в макуле, и он не возвращается назад. Но это ни о чём не говорит, просто у него не сформировались именно те структуры культуры, которые закладываются. Да, они хранятся, наверное, в мозге. Да, вероятно, это так. Это ни о чём не говорит. То, что люди, допустим, какие-то не умеют читать после там школы, это просто говорит о плохом образовании, а не о недостатках их ума. Потому что даже вот по последним, допустим, исследованиям, ну, часто ведь говорят, что мужчина и женщина отличаются умом, что вот мужчины математики, а женщин математиков не бывает. Ну, вот последние исследования, буквально вот последнего десятилетия, показали, что среди одарённых детей к математике, процент которых очень маленький, да, это может быть один на тысячу, мальчиков, на одну девочку приходится четыре мальчика. Отсюда можно сделать вывод, да, смотрите-ка, мы право оказали. Но если мы сравним, допустим, те же самые данные сорокалетней давности, то кажется, что на одну девочку приходилось 13 мальчиков. То есть всё зависит определённой системой образования, определённой культуры. Это любимая тема наша, и тем более сентябрьская. Мне кажется, мы так, в общем, то, что касается вашей цитаты, мы об этом, в общем, понятны, ваши позиции понятны, а зрители сами решат, какую позицию они поддерживают. Я хотел бы с вами поговорить про лженауку, я обещал зрителям, и в этом смысле у меня к вам такой вопрос. Вот все знают, что генетика была объявлена лженаукой, не все знают, что психология была, считалась долгое время лженаукой, даже её хотели отменить, поскольку была система Павлова, и многим людям казалось, что это достаточно, условно-безусловно, рефлексия психология не нужна. Вопрос настоят в чём? Как отличить в момент... Вот чему нас учит история науки? Как отличить сегодня науку от же науки? Вот сегодня, не задним числом, а сегодня. Вот есть какие-то критерии, когда мы понимаем, это наука, а это не наука? Да, можно. Дело в том, что в науке, в сегодняшней, отличить это можно. Я вам приведу просто те примеры, которые у нас у всех на слуху. Это будет проще и понятнее. Но вот, когда объявили о существовании клонирования человека, да, вот, клонировать человека мы будем, овечку доли клонировали. Ну, правда, её быстро сожгли, а потом эту группу пригласили китайцы, и они никого не смогли клонировать, то есть казались жуликами. Ну, вот, в прямом смысле этого слова. Никакого клонирования ни с кем не проводилось, и всё это является чистой профанацией в таком мировом масштабе. А в чём дело? Можно было это? Да можно было. В момент объявления о клонировании я несколько раз выступал, в том числе, в академических кругах с лекциями на эту тему. Потому что в те времена было хорошо известно с 30-х годов, что существует ограничение клеточных делений, так называемый хайфлик. После того, как сперматозоид попал в яйцеклетку, можно поделиться 50-56 раз. Это на всю человеческую жизнь. Это хорошо всем известно. А можно я вас перебью? И после этого смерть. Извините, 30 секунд. Если взять клетку взрослой овцы, у которой вот это число клеточных делений выработалось, и пересадить, как сделали так называемые английские учёные, в яйцеклетку этой же овцы и получить её клон, копию, то ничего бы не получилось. Потому что, если бы они учились на первом курсе хорошо и не жульничали, то известно, что от старости этого овца доля умерла в утробе матери, недостигнутых такого размера. Смотрите, мы сейчас не обсуждаем жуликов. Извините, а в английском парламенте обсуждалось. Мы всё время к нему отсылались. Когда вы произносите фразу «хорошо известно что», то это фраза, которую наука постоянно опровергает. Вот вся история науки, про которую мы сегодня говорим, это опровержение того, что хорошо известно, что Земля плоская. А потом, число клеточных делений подсчитано было больше, чем в 50 лабораториях, известно до Второй мировой войны. Подтверждено во многих других местах. Никто до сих пор хайфлик не изменил. Так может быть, проблема не в том, что это правда, а в том, что мы не можем по-другому это как-то делать. А это как-то они по-другому могут делиться? Просто мы не в курсе. По-другому, да, называется рак, видимо, у людей как раз онкология мозга, кто это придумывает. Это явно. То есть понять, ваш вывод какой-то, лженаука, это, во-первых... Это было ясно в момент объявлений этой глупости. Лженаука, это просто, ну, мошенники. Да, как правило. И это люди, которые не понимают современных открытий. Нет. Причем тут люди, которые не обладают базовыми знаниями. Холодный термоядерный синтез, нанотехнологии, клонирование, стволовые клетки. Это все панамы 20 века. Гигантские. Из чего делается этот вывод? Из того, что люди, которые этим занимаются, они опровергают те выводы, которые ученым кажутся естественными. Причем тут это? А почему делать такое? Создатель нанотехнологий, который написал об этом книжку, в Англии показал наличие полупроводникового перехода в органических молекул. Его тут же купили американцы, сделали чуть не Нобелевским лауреатом, и к 2008 году отовсюду выгнали, потому что стали проверять то, что он делает, то, что он утверждает. Сказал, что это все вранье. От начала до конца. А никаких нанотехнологий нет, и все, что он сделал еще в Англии, это фальшар. А Чубайс? Ну, это к Чубайсу вопрос. Чубайс есть, а нанотехнологий нет. Как-то странно. Скажите, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете? Как с вашей точки зрения, вот позиция, Сергей Анастасович, очень понятна, как с вашей точки зрения можно отделить женноуку от науки? Вот в момент, когда происходит что-то? В момент это что значит в момент? Когда мы смотрим задним числом, там понятно. Но вот как понять? Вот приходит человек с какими-то открытиями, как понять? Лженаука и наука. Ну, во-первых, конечно, он должен как-то правильно считать. Да? Какие-то определенные... Дело в том, что у науки есть определенные принципы. Определенные принципы, которые стали уже элементом культуры, научной культуры. Какие-то законы, которые подтверждены, или принципы, допустим, там, второй из начала термодинамики. Хотя оно было открыто, кстати говоря, исходя из ложных посылок. Но ведь эти принципы, например, вот история науки рассказывает, что принципы все время нарушаются. закон сохранения энергии, когда он был открыт, он был открыт английским ученым и немецким ученым. Оба открытия в 19 веке произошло, оба открытия были переданы ведущие научные журналы. И оба открытия были отвергнуты научным сообществам. То есть, как бы потом, конечно, было признанно. Поэтому здесь нельзя, нет как бы такой жесткого критерия сказать, что это точно не наука. Но дело в том, что есть такая вот как бы черт в деталях. И обычно такого рода статьи, антинаучные или ненаучные, они просто не выполняют некоторых норм выполнение научного отчета. Допустим, когда люди публикуются только в газетах или журналах в СМИ, но не публикуются в научных журналах. Это как бы очень формальный, но очень серьезный критерий. Но ведь это может быть потому, например, что эти люди сделали что-то такое невероятное, что научное сообщество не может принять. А это какое-то гениальное открытие. Это очень просто проверяется. Вот тем же клонированием. Когда это было объявлено, 10 лабораторий во всем мире, 10 лабораторий решили, хотя это глупость, но очевидная, но все-таки на всякий случай. А вдруг, как вы говорите, это гениальное прозрение, которое опередило время и пространство. Взяли в 10 лабораториях тут же, в течение года, проверили всю эту ерунду объявленную. Ну и что? Кто-нибудь заметил? Я просто взял в тот год специально посчитал число ссылок на клонирование. И так вот, 250 тысяч было публикаций по поводу клонирования. Из них 10 в специальных журналах от профессионалов, которые написали «Ребята, это чушь собачья. Вы не знаете, люди, которые это напубликовали, сделали для того, чтобы заработать деньги», что и выяснилось потом. Это было сразу в течение года объявлено. Но дело в том, что журналисты зарабатывают не на том, что рассказывают правду. Они рассказывают совсем другое. Разные журналисты зарабатывают на разное. Журналисты разные, вы же сказали, люди все разные. То есть нету клонирования, нету нанотехнологий, нет целовых клеток, всего этого нет. Да. Понятно. Марина, что вы про это думаете? Но зато есть научное сообщество, которое, как всякое сообщество, имеет все-таки определенные, так сказать, механизмы, если хотите, самоочищение. Это какие? Расскажут. Расскажу, да. Их достаточно много. И в данном случае, так сказать, успех того или той или иной новой идеи, той или иной новой технологии, которые кажутся, на первый взгляд, совершенно сумасшедшими, во многом зависит вот от того еще и социального контекста, в который эти идеи или эти технологии попадают. или, если говорить просто, в какие руки они еще попадают. То есть, как это? Научное открытие зависит от этого всего? Конечно. Обязательно. Потому что тот, кто делает это открытие, это все-таки не обезьян, а человек. Это значит, что он всеми, всеми порами своего тела, своей души, он видит, слышит и существует в определенном мире. Е равно МЦ квадрат всяко везде? Или нет? С какого-то момента. Это стало банальностью с какого-то момента. А в какой-то момент это казалось сначала безумием. И если мы посмотрим, как развивались различные дисциплины в России, не совсем так абстрактно, а вот более конкретно. И возвращаясь к тому, о чем вы говорили, о том, каким образом, грубо говоря, обезьянка становится человеком. Вот институты образования. Педалоги, наука о ребенке, которая была в России в начале 20 века совершенно на том же уровне, что и в Европе, ну и частично в Соединенных Штатах. И вот мы видим, что через промежуток, через 30 лет, эта научная дисциплина, у основания которой стояли просто выдающиеся умы, начиная с Бектерева и кончая многими другими, она в этой стране была полностью уничтожена. Это единственная дисциплина, которая... Надо объяснить нашим зрителям, что такое слово сомнительной педалогии, на самом деле, педалогия – это наука о детях. Наука о том, какой ребенок. Она в Советском Союзе была заменена на педагогику, наука о том, как воспитывать детей. Это две разных совершенно истории. Абсолютно. И то, что так случилось, это случилось потому, что понятно почему. Потому что в Советском Союзе не надо было изучать ребенка, надо было его воспитывать. Что, собственно, делать? Значит ли это, Сергей Вячеславович, я вас прошу, что идеология... Мы сейчас не говорим даже про гуманитар. Про гуманитарные понятные науки, про философию, про историю, про литературу. Ведение понятно. Что и в точных науках идеология мешает или нет? Конечно, мешает. Но сейчас больше мешает идеология колбасы. Понимаете, она очень вредит. Не важно даже, какая идеология. Но вот в принципе идеология, вот история науки нам о чем рассказывает? Что даже в точных науках идеология мешает? Почему? Да, очень сильно мешает. Потому что, я еще раз возвращаю, нравится или не нравится, у нас слишком длинные хвосты обезьяне, все должны есть, пить и там все остальное делать. А в науке, у нас заказная наука во всем мире. То, что там говорят про гранты, независимые исследования, там это все, это ерунда полнейшая. У нас все сплошно идет заказуха, в том или ином виде. Вот вы подаете гранты даже, копеечные, мизерные, да, в науке, научные. Если вы там, например, спасаете белого медведя, вам дадут западные. Или вы делаете геном, там, например, человека, который полностью провалился, кстати говоря, так для справки. Просто оказалось, что геном человека только для одного человека, для его племенника уже отказался негодным. Это еще одна панама. Но это не важно. Так вот, вы когда подаете... Геном человека тоже неправда? Зачем делать геном человека какому-то американцу, когда он не подходит к его племяннику родному? Это было известно до окончания работ. И когда с помпой Буш закрыл, сказал, мы геном человека сделали. Это был комикс. Сперли 30 миллиардов. Молодцы ребята, хорошо утроустроились. Я тоже так хочу. А что-то вообще... Подождите, сейчас я уйду от того, что я спросил. А что-то вообще есть? Есть. Чуть-чуть-чуть. Придумали, как переносить фрагменты генома, делать ГМО так всеми любимыми и вкусными. Ну и проще всякие полезные вещи. Да, вирусы кое-какие научились мутировать для военных целей. Это тоже полезно. Еще кое-чего. Ну то есть есть. Успехи есть. Когда вы говорите про то, что наука сегодня она как бы служит, я так понимаю, что она такой раб. Она служит чему-то. Она служит биологической эволюции, в которой мы все участвуем. Мы придумали из истории науки тот тип ученого, который сидел и хотел вот что-то такое сделать. это такая мечта ученого, что вот сидел и о высоком. Этого нет. А на самом деле это что такое? Он сидит и с утра до ночи пишет гранты. Причем пишет на 90% фальшиво, и сам это прекрасно понимая, потому что он знает, что если там не будет нанотехнологии, генома, клонирования столовых клеток, ему ни копейки не дадут, и он будет сосать лапу. Если он там не будет в педагогике инфильтровывать электронные учебники, на которых у детей глаза портятся, какие-то программы дурацкие, компьютерные и прочее, тоже ни копейки не дадут. Вот и все. То есть получается, что заказная система имитации научной деятельности доминирует над реальностью. И только ученый, который уже открыл стволовые клетки, сделал электронные книжки, он может по-тихому на сэкономленные средства, позаниматься тем, чем действительно ему душа лежит и о чем свидетельствует история науки. Андрей Владимирович, так вот, если послушать Сергею Вячеславовичу, получается, что наш мир, мы говорим про мир, мы не про Россию, мы говорим про мир. Наш мир устроен так, что наука развиваться не может. Ну, то есть она может, но какими-то невероятными энтузиастами, которые будут против, а так вообще она не может развиваться. Ну, я думаю, что новое возникает именно энтузиастами, открывается энтузиастами. Абсолютно согласен. Нельзя же написать грант на открытие чего-то. Сами подумайте. Я хочу вот открыть то, чего еще я не знаю. Дайте мне, пожалуйста, грант. Это уже никто не даст, потому что непонятно, на что давать. Наука, можно вот разделить как бы науку на науку как культура, то есть наука, которая производит, уже, ну, как бы, обучает, допустим, людей. Или наука, которая занимается, в общем-то, технологическим приложением того, что уже было открыто и каким-то образом вошло вот в культурные достижения. И, в общем-то, общество могут почти очень долго жить за счет чисто технологической, технологического освоения то, что уже было сделано. Но то новое, которое может возникнуть, оно неизвестно, когда и где возникнет, и кто его откроет. Никто не мог заранее сказать вот Эйнштейну дать грант, чтобы он, значит, занимался теорией относительности, о которой никто пока ничего не знал. Это же невозможно. В этом и проблема организации науки. Она, ну, это вообще-то не только проблема науки, это проблема вообще человеческого общества. Его можно, как бы, представить вот в виде как бы некоторой такой ячеистой, что ли, структуры. Есть жесткая конструкция, более-менее. Это культура, которая вот позволяет мне, ну, выйдя на улицу, допустим, не быть сбитым автомобилем, потому что есть какие-то правила, все выполняют. Но в этой структуре должны быть места свободы, свободного мышления. Вот наука представляет такой вариант свободного, осуществления свободного мышления вот в таких открытиях. Но как финансировать это свободное мышление? Это действительно большая проблема. Я думаю, не только для нас, но и для всего мира. Скажите, Марина Юрьевна, как вам кажется, может быть некая модель такого существования науки, когда науке, я такое скажу слово, бытовое, будет комфортно? Или она вот только, что сейчас Сергей Человечевич сказал, так все и нормально? Ну, вы знаете, вообще-то науке достаточно комфортно в современном мире. Не, ну, как бы вы рассказываете, это просто какой-то ужас. Вот о том и речь, что у каждого из нас, конечно, есть свой образ науки, связанный как с нашей личной научной практикой, так и с теми знаниями истории науки, которыми мы обладаем. А почему вам кажется, что комфортно в науке в современном мире? Ну, безусловно. Во-первых, если мы посмотрим, просто проверим эту мысль числом, мы увидим, как по экспоненте вырос за 20 век количество научных обществ, научных институтов, лабораторий, как вообще выросло научное сообщество в мире, да, от одиночек, которые ищут что-то, от энтузиастов. Сегодня наука – это бизнес. Сегодня наука – это огромная, если хотите, мировая фабрика. Так это плохо. Это отлично. Тем более, что, я думаю, в ближайшем будущем мы будем иметь мировое правительство, состоящее из ученых. А вам кажется, что когда наука – это бизнес, она остается наукой при этом? Конечно. А почему нет? Почему нет? Потому что в науке и у бизнеса принципиально разные задачи. Ничего подобного. Ничего подобного. У них есть некая общность, некая общая территория, которая позволяет им нормально взаимодействовать. Некая общая территория. Поиск нового. Поиск нового. Создание чего-то нового. Не, 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 не поиск нового, а поиск того нового, что принесет прибыль. Почему нет? Почему слово прибыль в наших устах является ругательным? Нет, ни в коем случае. Все хотят прибыли. Но иногда новое не приносит прибыль, а просто открытие. Совершенно верно. И это то, о чем, кстати, говорил мой коллега. Что наука – это такая действительно ячеистая структура, в которой, или многоэтажная структура, в которой есть такие ячейки и такие точки, где, с одной стороны, может быть абсолютно свободный, если хотите, такой абстрактный поиск. И это абсолютно необходимая часть научной деятельности вообще. А есть, простите, такие, так сказать, не просто точки, а огромные области, которые просто сориентированы на прикладные исследования, на очень... То есть есть фундаментальная наука и прикладная наука? Ну, можно сказать и так. Скажите, пожалуйста, Георгий Человечевич, наука может быть... Я так понимаю, что вы считаете, что не может наука оставаться наукой, если она существует в тесной связи с бизнесом? Потому что вы, собственно, про это говорили. Нет, это совершенно другая область, другая деятельность. Вопрос ставился изначально вами очень хорошо, комфортно ли сейчас в науке. В других областях, может быть, в моей нет. Я занимаюсь фундаментальной наукой. Что делать? Советская система – это было что? Это размазывали деньги по всем равномерно, и как-то все чем-то занимались, а то, что нужно было, финансировали. Не годится. Сейчас-то работать не будет. Как делается, когда стремятся люди создать действительно научный потенциал у страны, что делают? Делают очень простую вещь. Берут всем бизнесменам, объявляют, что, ребята, все, кто вложит рубль, два налогами оставят себе. И они начнут, конечно, начнут воровать, начнут черт знает что. Но тогда произойдет великая революция научная. Потому что деньги будут получать самые разные люди. И ненормальные, которые будут там живой водой торговать. И действительно серьезные ученые. И там все подряд. Но самое главное – не будет никакого финансового контроля за многочисленными точками роста. Это хорошо или плохо? Так на этом строится современная американская наука, которая стала что-то выращивать внутри себя, а не только воровать за рубежом. Они поняли, что это надо сделать, и это привело просто. А у нас что? Грантовая система, государственная. Финансирование академическое, государственное. Все это сидят там. Люди сверху до низок заинтересованы в этих деньгах, которые никогда не дадут развиваться ничему того, что не входит в пятиединство стволовых клеток к клонированию холодного трамвейного синтеза и прочее. Нужно, чтобы это были независимые точки роста. Я просто говорил с организаторами науки, большими в нашей стране, они только о днем беспокоятся. Говорят, да, это будет подъем научной работы, это ученые, причем которых мы не любим, начнут получать деньги и начнут что-то делать. Знаете, единственное препятствие, которое возникло в разговоре? Говорят, а как мы это будем контролировать? Скажите мне, пожалуйста, я у вас хочу спросить, чтобы вы меня опровергли. Я вот работаю на телевидении много лет, я знаю, что есть люди на телевидении, которые будут работать хорошо, сколько бы им не платили. И есть люди, которые будут работать плохо, сколько бы им не платили. Я как-то заметил, что, к сожалению, производительность труда работника телевидения от зарплаты не зависит, к сожалению. А в науке, я так понял, не так. В науке, я думаю, что не хватает идей, сейчас, Сергей Петрович, знаешь, что в науке не хватает денег. То есть идеи как бы есть... Неконтролируемых денег. Ну, не важно. Это учувствие. То есть идеи как бы есть. И если сейчас вот придет поток денежный, то начнем... Это так, с вашей точки зрения? Ну, с моей точки зрения, в науке действительно не хватает денег. Просто есть некоторый уровень минимума, минимума, который в науке, ну, я думаю, что уже сейчас не выдерживается. То есть, ученые получают какую-то базовую зарплату, которая явно не обеспечит его просто прожиточный минимум. Это гораздо ниже по Москве средней заработной планы. То есть он вынужден что-то еще делать дополнительно, не обязательно очень научное, для того, чтобы заниматься наукой. Я очень за то, чтобы ученые хорошо... Вообще, чтобы все хорошо жили, и ученые тоже хорошо жили. Но вам кажется, что если вот случится вот то, о чем вы говорите, такое случится, сразу наука влетит вверх, то есть идеи, в принципе, есть, но у людей нет возможности просто из-за денег их реализовать? В моей области... Я думаю, что просто люди смогут заниматься любимым делом больше, чем занимаются сейчас. И может быть, это что-то даст. Хорошо. Мне кажется, то, что вы сказали абсолютно внятно, поэтому даже это не хочу обсуждать. Марина Ивановна, а что сделать для того, чтобы у людей... Можно ли как-то стимулировать рост идеи у людей? Не рост денег, кроме деньгами. Есть какие-то еще способы? О чем говорит история наука? Есть ли какие-то способы стимулирования идей? Способы сколько угодно. Вопрос в том, о какой именно научной системе или системе организации науки мы говорим. Потому что мы то о мировой говорим, то о российской. Значит, в мире, вот так если в общем говорить, наука чувствует себя комфортно. В России она чувствует себя совершенно по-другому. Почему? Это как бы, так сказать, отдельный вопрос. Поэтому есть, какую науку мы хотим стимулировать? Нашу, конечно. Мы про нашу. Вот если нашу, то это совсем другой должен быть разговор. И овечка доля не имеет большого отношения к этому. Потому что мы сейчас, российская наука, конечно, находится просто в катастрофическом положении. Не в кризисном, с моей точки зрения, а в катастрофическом. И первое, что бы я сделала, простите, может быть, это чуть, так сказать, в сторону от того, о чем мы говорим, я бы занялась тем, что называется просвещение. Почему у нас до сих пор не существует, вообще говоря, истории российской науки? Не в виде какой-то монографии. Не в виде, вот что бы я сделала, да, маленькие, трех-пятиминутные, мультипликационные фильмы для маленьких детей. Четырех, пяти, шести, семи лет, которые бы им рассказали о том, что такое российская наука и как она развивалась на уровне персоналей. А зачем мальчику или девочке? А у них горят глаза. Понимаете? У них горят глаза. У них глаза горят много чего. И тем не менее, вот у меня есть племянник, который ему четыре с половиной года, да, и половина моей научной зарплаты идет на то, чтобы ему для такого возраста скупать бесконечные, так сказать, энциклопедии, связанные с историей развития науки или там мир животных, все что угодно другое. Эти глаза горят. И один из способов создать нормальную науку, это, конечно, поддержать прежде всего детей, молодежь, юношество на разных уровнях. Но все равно все упираются в образование. Совершенно верно. Это то, о чем я говорю. Институты образования. Я продолжаю упорствовать в заблуждениях. Вы не можете, вы профессор, и я не могу заблуждаться. ну почему? Профессорально заблуждаются. Заблуждаются еще как. И продолжаю говорить, что, конечно, образование, конечно, замечательно это все, но мы такие разные, что некоторых научить не удастся. Никогда. Давайте будем учить тех, кто хочет учиться. Я всегда начинаю такие разговоры, имея в кармане решение вопроса. Давайте сделаем, доведем до конца уже, так сказать, наше цивилизованное сообщество и начнем замечательную вещь под названием церебральный сортинг. Отбирать способных, их учить, а остальных учить ровно так, как предлагает сегодняшняя образовательная система. Способных к чему? То есть чуть выше церковно-приходской школы. Способных к чему? У кого мозг приспособлен для того, чтобы принимать нестандартные решения в той или иной области. Вот и все. Есть человек, который способен к тому, чтобы водить машину гениальную. Есть человек, который способен к тому, чтобы быть гениальным поваром. Вот что с ними делать? Они гении, только они вот с ними что делать? Что делать? Их надо отбирать в раннем возрасте и специализировать? Ничего. А есть, вы знаете, как их отбирать? Ну, я про это и говорю, серебральный сортинг. Об этом речь идет. Давайте этим займемся, не будем тратить деньги на образование. Я понимаю, что здесь все-таки мы как-то упускаем из виду один очень важный вопрос. А кто будут учителя этих детей? Они прошли в детстве с твоим сортингом, да, вы говорите, или нет? Или это будут обычные люди? Мне кажется, что все-таки ну, как бы наука, вот, хотя она вроде говорит о Вселенной, да, и законы, которые открывают верные в любом уголке Вселенной, тем не менее, она все-таки человеческая наука, а человек, он конечное существо и не может предугадать всех последствий того, что он делает. Различного рода проведения сорсинга, я боюсь, они просто закроют ну, как бы закроют возможности для других людей. Да, ребенок чему-то не научится, да, он не будет выдающимся математикой, но он будет достойным человеком, достойным на своем уровне. И в этом нет ничего постыдного. Но то, что надо в корне менять систему образования, это же очевидно, да, или кому-то не очевидно. Вы знаете, система жива, любая система остается живой только когда она эволюционирует. Эволюционирует она, если эволюционирует, когда есть элементы свободы, свободы. Только в них она может продвигаться дальше. Если их нет, если жесткие правила, мы теперь вот будем делать только сорсинг, будем этих учить так, этих так, ничего не получится, будет то же самое или хуже. Ну, сейчас это происходит. Я, к сожалению, вынужден прерывать наш разговор, закончу точнее его. Я думаю, что будет правильно, если мы соберемся в этой студии еще через какое-то время, потому что у меня ощущение, что мы только-только начали говорить. Я хочу представить участников нашего разговора. Марина Юрьевна Сорокина, историк науки, кандидат исторических наук, заведующий отделом истории российского зарубежья, Дома русского зарубежья, Елена Солженицына, Сергей Вячеславович Саверев, профессор, заведующий лабораторией не морфологии, морфологии человек Российской Академии медицинских наук, Андрей Альберевич Парамонов, кандидат философских наук, философ науки, научный сотрудник Института философии Иран, доцент высшей школы экономики. Заканчивая нашу программу, я хочу сказать вот что. Зачем делать программу наблюдатель? Думаю я. Иногда встану утром и думаю. И мне кажется, что наши программы делаются в частности для того, чтобы мы говорили о том, о чем никто больше нигде не говорит. Вот мне кажется, что есть такие вещи, о которых очень важно разговаривать. Вы сейчас, я думаю, те, кто нас смотрел, вы спорили с чем-то, соглашались. Многие были потрясены, что оказывается овечка доля это обманы, нанотехнологий нет. Но это все разговор на каком-то, как мне кажется, более высоком уровне, чем разговор просто про сегодняшние насущные проблемы, про которые тоже надо говорить. Но и про сущностные проблемы говорить очень важно. Про суть, про самое главное. Я думаю, что мы будем дальше заниматься этими же разговорами, потому что мне кажется, что они принципиально важны и они на телевидении должны быть тоже. Я благодарен нашим гостям за то, что поддержали эту беседу. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго, до свидания, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин